всем привет привет наконец-то наступило лето в Виннице сегодня такая солнечная жаркая погода настоящее лето можно наверное уже даже купаться у нас просто квартира на втором этаже не солнечная абсолютно и в ней безумно холодно мы там целый день бывает сидим замерзаем своба потом выходим на улице на улице жара оказывается в общем у меня была такая проблема я не могла найти косметолога в Виннице и так как я давно не была у косметолога наверное последний раз месяцев 6 назад то я хочу пойти очень сильно вижу что мне нужны витамины мне нужна биоревитализация и так далее я была уже на консультацию короче предыстория такая коротенькая вообще в Виннице очень мало специалистов в основном все в Киеве и у меня была большая проблема найти кого-либо я случайно нашла девушку одну косметолога она должна очень хорошо делать я уже была у нее на консультации мне все понравилось я предварительно согласовала все с Эльнарой своей которая уже кстати в Канаде но она еще там не работает Эльнара дала добро в общем я иду туда делать мезотерапию перфоскином мезороллером это совсем другое не то что я раньше делала я наверное попытаюсь снять каждый месяц на месте таких мастер-классах и семинарах обязательно потому что повышение квалификации косметологии это важно дошла до статхаус врача-косметолога зовут Ира и я хочу познакомить вас с ней и хочу чтобы Ира немного рассказала что она будет делать потому что я как бы в этих терминах не разбираюсь мы сегодня будем проводить процедуру редермализации с помощью инновационного такого девайса перфоскин непосредственно на сам девайс будет вставляться шприц в составе идет гиалуроновая кислота и янтарная кислота здесь 48 иголочек непосредственно на сами иголочки на сам ролик будет подаваться препарат за счет чего он будет попадать непосредственно в саму кожу будет очень хороший выраженный лифтинговый эффект эффект увлажнения эффект омоложения процедура будет под местной анестезией проводится мы сначала будем проводить анестезийку то есть мы кожу очищаем подкатавливаем потом мы наносим на 20-25 минут анестезирующий крем за счет чего будут снижаться неприятные болезненные ощущения и потом будет сама процедура А с какого возраста можно ее делать? Такую процедуру можно проводить с 18 лет и старше по показаниям то есть процедурой являются показания не только омоложения но и также проблемы постактных рубцов небольшие какие-то дефекты кожи потери цвета кожи с возрастом возможно с какими-то переменами со стрессами И как часто ее нужно делать? Такую процедуру мы делаем до 10 раз за курс раз в 14 Плюс еще в чем именно этого девайса в том что он одноразовый Ранее из-за роллера мы должны были обрабатывать как-то их хранить Этот девайс одноразовый то есть мы его используем по одному клиенту непосредственно на процедуре Полностью лишь шприц и после этого он просто 5 миллилитров объем Да, его хватает полностью на лицо, шею и декольте То есть в принципе это самые главные такие важные области для женщины То что мне и нужно У меня просто здесь гусиные лапки начинают появляться Ну здесь в общем сухость кожи хочу увлажнить Немножечко подтянуть у меня как бы контур Да, это же тоже блок подтягивает Литинговый эффект за счет именно вот мезороллера в чем плюс его от инъекционных В отличие от инъекций и иголочками то что дает больше травматизации Такие клеточки как фибропласты они начинают тоже активные и неактивные литинги Ну вот в общем поехали Вначале мы очищаем кожу Мы проводим термакияж полностью очищением Систем мы нанесем анестезирующий кремчик Накрываем его пленочкой минут 20-25 и полежим Нанесли мне анестезию 25 минут буду лежать с ней Под пленочку Девчонки ну Хочу просто сказать что В защиту себя Ничего страшного я в этом не вижу И когда есть необходимость То я считаю что нужно делать У меня кожа она обезвоженная Я за ней очень плохо ухаживала Весь этот период Наверное месяца 4 Пока была в Японии Хотя я пропила там коллаген В Японии еще была кожа более-менее Потому что важный климат Я еще показываю То что у нас до 2017 года 11 месяца препарат Голдин Угу Завернуешь Крепочки У нас Вставляющий Сам девайс И шприц Вот такой вот Рудик В составе гиалуроновая кислота И янтарная кислота У нас сам девайс готов к процедуре Мы сейчас будем убирать Остаточки крема анестезирующего И с помощью антисептипокора лексидина Процедура будет довольно кровавая Да? Да Фактически это не очень будет красиво Она сильно кровавая скажем так Но это все как бы только на пользу Да Поэтому особо впечатлительным Наверное не рекомендуется смотреть Вот у нас уже пошел препарат И мы начинаем катать Катаем мы до появления кровной росы Сначала в одном направлении Потом в какой-то нектарной Как ощущаешь? Нормально 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 Терпимые можно терпеть И даже я бы сказала не больные Просто как бы не очень приятно Здесь вообще не ощущается Хорошо анестезия у нас хорошо взяла Это у нас первая кровяная роса То есть мы добились того эффекта Который нам может Сейчас мы поработаем регулярно Время поздорки помимо того что мы катаем из-за рулера Чуть-чуть мы поджимаем И препарат получается попадает непосредственно на сам барабанчик И попадают в эти вот инъекции Которые мы Волновала непосредственно зона гусиных лапок Так называемые Я думаю да Поэтому мы ее хорошо проработаем Главное что быстро В принципе можно потерпеть это Быстро качественно и эффективно То есть так говорим Что не может быть не болезненно Если не эффективно К сожалению В косметологии приятно только массажи Масочки А ну шея в принципе вообще не чувствуется Чуть-чуть мы добавляем препараты Шея конечно возраст выдает как и руки сразу А кстати на руки тоже да можно ее делать если что Можно На ручке лучше один и один делать биоревитализацию Переходим на зону декольте Чуть-чуть подожмем еще Переход шеи ключицы декольте у женщины За счет того что тоже нет у нас здесь Жировой прокладочки Красновички Анестезия хорошая А что вы кстати от чему без боли А это это ком Попол нет Как после биоревитализации Довольная в общем иду Не знаю что сейчас скажет Вова Купила себе в аптеке вакуумные баночки Для массажа Буду сделать сама себе антицеллюлитный массаж дома Всем привет Сегодня примерно третий день после косметологической процедуры Покорстнений уже практически нет И по состоянию кожа у меня заметно стало лучше Я если честно в восторге Но сделать нужно обязательно повторную процедуру через две недели Чуть меньше уже осталось Бабля у меня здесь детская Бабля Я Сару веду в детский сад Сегодня я еще иду на окрашивание волос Хочу посветлее стать Короче привожу себя в порядок Здесь в Виннице гораздо все дешевле Все процедуры чем в Алма-Ате И гораздо дешевле чем в Японии Хотя в принципе препараты Если брать косметологию Препараты все равно привозят из Европы за евро Поэтому они тоже дорогие По цене эти услуги Они практически не отличаются Что в Алма-Ате, что здесь Что касается маникюра, педикюра, массажа, депиляции Тут здесь дешевле Я стала блондинкой И мне очень нравится результат Для кого-то он может показаться желтоватым Но я не хотела быть белой Либо, ну знаете, такой перигидрольной блондинкой Мне нужен был вот такой как бы медовый оттенок Потому что под мой цветотип очень подходит такой оттенок Плюс ко всему корни, видите, мы оставили где-то сантиметра два И получился такой плавный переход омбре Без резких границ Мне нравится, когда у меня корни есть Это придает контраст моему лицу В общем, мне нравится, как меня покрасили безумно Маникюрчик такой у меня блондинистый Волосы блондинистые В общем, привет блондинкам Теперь я блондинка Как вы заметили, в последнее время я совсем не берегу свои волосы То я их подстригла Теперь я их обесвечиваю Уверяю вас, это вообще не проблема Так как волосы мои очень крепкие Быстро растут И неубиваемые, можно так сказать Мне нравится Девочка, которая меня красила в Венице Я знаю ее очень давно Она красила еще мою Яну, Юлю Она классный, шикарный колорист И я на встрече с подписчиками тоже как бы ее рекламировала Но она не знает, за что я ее рекламирую Просто она мне безумно нравится Как колорист Особенно если вы хотите в блондинку перейти Она жалеет волосы Как бы старается аккуратненько все сделать Поэтому если кому интересно Пишите мне в комментариях Там или где я оставлю Ставлю координаты в Венице Но предупреждаю, что салон очень простой Очень-очень без всяких вообще Может быть вы даже немного испугаетесь Когда зайдете Никакой расшика блеска Но зато мастер прекраснейший И делает очень классно волосы В общем вот такой примерный цвет у меня Низ мы не красили Корни Тоже немножко мы оставили Сантиметра два Сейчас в Венице у меня бьюти деньки Я восстанавливаюсь Делаю различные процедурки У косметолога как бы тоже все удачно прошло Я восхищена ее работой Просто вот честно девчонка молодец Она молодая, но очень грамотная Всем спасибо за просмотр Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok